Вообще не рекомендую никому искать вилки самостоятельно. Что-то возьмите, отправьте на Амазон и все. И я ни разу не получал запрос на инвойс. Оборот растет, но прибыль нифига не растет. У нас зафиксировали убыток. Минус 11 тысяч долларов мы влетели просто. Забудьте вообще о бизнесе. Любом. Всем привет. На связи Влад из Sellerboard. И сегодня у нас новый выпуск Sellerboard Show. Ну, поговорим с Романом Стрихарем о дропшиппинге. На мой взгляд, получилось очень интересно. Много чего узнал для себя о том, как правильно искать товар для дропшиппинга. Как работает сама схема и как сам процесс работает технически в Sellerboard-центре. Как систематизировать его с помощью таблиц. Как делегировать и масштабировать этот бизнес. Так что слушайте, учитесь. Если вы еще думаете о том, начинать или не начинать свой бизнес на Амазоне, да или вообще свой бизнес, то надеюсь, вы подчеркнете мотивацию в этом выпуске. Перед тем, как мы начнем, пару слов о нашем спонсоре. А спонсор наш это Sellerboard. Sellerboard.com это наш сервис учета прибыльности для продавцов Амазон. Если вы занимаетесь бизнесом на Амазоне по модели Private Label или по модели Online Arbitrage, то, наверное, вы сталкивались с тем, что трудно правильно рассчитать прибыль. А именно прибыль на каждый продукт, на каждую проданную единицу, а также общую прибыль по аккаунту, учитывая все, абсолютно все удержания Амазона. Например, возвраты. И именно для этого мы создали Sellerboard. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь. У нас бесплатный триал на один месяц. Если есть какие-то вопросы, пишите нам в чат или в Facebook или на email. Будем рады. А теперь начинаем выпуск. Поехали. Всем привет! На связи Влад из Sellerboard и гость нашего сегодняшнего Sellerboard шоу Роман Стрихер. Рома, привет! Да, ребятки, всем привет! Спасибо за то, что пригласились. Думаю, сегодня интересно, что проведем время. С удовольствием. Спасибо тебе, что пришел. Мы сегодня будем говорить преимущественно о дропе. Но давай для начала расскажи нашим слушателям и зрителям немного о себе. Ну, о себе думаем, обо мне точнее уже, как бы, думаем, многие знают. Но кто нет, скорее всего, твоя аудитория немножко отличается, потому что больше направлена, скорее всего, на людей из Private Libel. Но все-таки коротко себе расскажу. Я с Украины. Занимаюсь дропом уже, ну, летом будет три года. Достаточно активно. Кайфую от дропа. Очень крутая сфера ведения бизнеса. Всем рекомендую. Потому что действительно дает очень много классных буллетов с точки зрения, да, в сравнении с другими бизнес-моделями. То есть дроп реально, он крутой, если делать его правильно. Об этом, думаю, сегодня поговорим. До дропа я занимался электронной коммерцией в Украине. Честно говоря, то есть, если бы неплохие, неплохая ситуация в Украине несколько лет назад, то, возможно, и не пришел бы Камазон. Потому что ситуация была в том, что была электронная коммерция в Украине, я продавал аренальные часы швейцарские, там G-Shock, и у меня были договора с поставщиками, и вроде бизнес шел неплохо. То есть были магазины, но когда доллар очень сильно стал качаться, был нестабильный, я выдавал часы в кредит, и в один день общеволодкая ситуация парадоксальная, что у меня, к примеру, в кредит купили там несколько моделей дорогих часов, я их, понятное дело, продал в гривнах еще по ранешнему курсу, а когда уже покупал у поставщика, там уже было там несколько раз, то есть дороже, а в долларах покупалось. И, понятное дело, я просто прогорел на этой всей ситуации. Было очень нестабильно эмоционально, ну, очень сильно нестабильно эмоционально. Состояние было на тот момент, я как бы просто начал гуглить, нашел в Ютубе о Амазоне, и такой, ё-моё, что, серьезно? Можно делать то, что я делаю в Украине, только в США, на стабильном рынке в долларах? Тону. Да, я сразу же принял решение, что нужно стартовать в Амазон. Взял 5 тысяч долларов под инвестиции, под 50% от прибыли, сумасшедшая вообще, в принципе, условия. А, ты нашел инвестиции? Да, да, инвестор, я сказал, слушай, давай, и ты мне даешь 5 тысяч долларов, он такой, окей, да, даю 50% от прибыли, будешь отдавать мне. Я долго не думал, я знал точно, что Амазон получится, просто я был уверен. Ну, то есть до этого момента у меня было 5 лет опыта в электронной коммерции, я прекрасно понимал, как это работает, если рынок стабильный. Я беру полторы тысячи долларов из этой суммы на обучение в Ноблисе, все, наверное, прекрасно слышали, знали, какое там было обучение по дропу. Вот, понятное дело, полторы тысячи отдал за направление, просто за идей, по факту. И уже где-то на месяц второй, когда я только начал этим заниматься, уже пришел к тому, что нужно создавать свои методологии, ведение, как бы, ну, добавлять, короче, себя в бизнес. Сюда студентам говорю о том, что нужно всегда добавлять себя в бизнес, чтобы это было эффективно. Ну, и все, и вследствие, то есть уже сегодня пришел к тому, что имеешь стабильный бизнес, которым не занимаюсь, он полностью автоматизирован, есть команда, которая ведет, он на полном автопилоте. Я в это время путешествую. Вот, у меня, короче, челленджи каждые две недели куда-то летают. Я-то уже на протяжении полугода. То есть такой жесткий челлендж. Вот я не изменяюсь, вот каждые две недели я куда-то летаю, постоянно веду лайв из разных стран. И мне позволяет это делать сама команда. То есть я повернут на делегирование и автоматизацию бизнес-процесса полностью. Вот. Кстати, и как спикер, и бизнес-тренер, я пришел не как дропшиппер, а как чувак, который умеет делегировать процесс. Банально. То есть совсем с другой стороны. Вот. И все. В результате вот сейчас веду бизнес и обучаю людей построение бизнеса на Амазоне метод дропшиппинга своими партнерами. Ты записал в СХАП. Думаю, слышали. Да. Слушай, один вопрос чисто интересный насчет Украины. То есть ты продавал электронную коммерцию на Украине. Как это происходит? То есть в Украине же нет Амазона, да? То есть тебе надо самому как-то решить вопрос рекламы, оплаты, доставки. Да. Да-да-да. То есть хороший вопрос. Спасибо. Ситуация в том, что тогда, когда ты не попробовал чего-то хорошего, ты не знаешь, что есть что-то плохое. То есть на тот момент я не знал, что в принципе есть такой формат, как быть просто частью большого магазина, да? То есть зайти как в маркетплейс и использовать лояльность, трафик, авторитет большой компании и просто продавать с первого дня благодаря, то есть уже построенному бренду. Тогда просто я тогда об этом не знал. Розетка, которая сейчас в Украине, очень большой интернет-магазин, она как бы идет в направлении Амазона. Даже есть такие слухи, где-то я слышал, что они настолько идут в направлении Амазона, то есть розетка.ua, то есть это большущий маркетплейс в Украине, самый большой, в нем реально покупаешь что-то на Амазоне. И есть такие слухи, что как бы они хотят в перспективе через лет пять, чтобы Амазон их выкупил, да, и сразу же... Это реально очень похоже, просто юзабилити, то есть подход к клиентам, все очень как в Амазоне, то есть и реально удобно. И вот вчера даже себе с Апликухи розетки купил сразу же автоматически два товара, они придут в Украину, вот вчера заказал, сегодня уже у меня дома. То есть очень удобно. Но тогда я об этом не знал, я тогда стандартно, то есть открывал, сначала был дизайнером, создавали сайт, верстали его, после чего, то есть СММ, САО, оптимизация, то есть тематическое ядро, это вся вот ерунда, поставщики, курьеры, то есть ты просто создавал проект. Да, кстати, большой частью моего бизнеса после этого, точнее во время этого, была как раз продажа проектов. Я в один момент понял, что, слушай, можно создавать проект, нанимать людей, создавать оборот, то есть там показывать, как работает бизнес, потом его продавать. И я начал продавать свои магазины, есть такой большой портал, АИН ЮА, возможно, вы слышали. Журнал большущий, то есть о IT, и я там как бы продавал свои проекты, тоже очень хороший формат бизнеса, я вам скажу. Окей, ты пришел к Амазону, понятно, зарабатывать в долларах, это очень приятно. Скажи, ты промывал какие-то другие модели, или ты сразу пришел в дроп? Я, честно говоря, то есть сначала, когда услышал Амазон, я услышал его через интервью Кустова. То есть Кустов в Ютубе с кем-то общался, рассказывал о том, что возможно построить ведение бизнеса в Амазоне по ПЛ. Я о дропе тогда еще не слышал. Я такой думаю, блин, офигенно, то есть в реальном строишь свой бренд, оно классно звучит, то есть продаешь на Амазоне. Но когда я начал узнавать, то есть я понял, что нужно очень много денег для старта. У меня их не было банальных. То есть нужно было минимум шестерка, семерка долларов, чтобы вложиться в АПЛ. И тогда я, понятное дело, пришел к дропу, потому что дроп дает возможность с несколькими сотнями долларов уже зайти в бизнес, уже пробовать его, уже получить результат, а дальше, понятное дело, уже дело в масштабировании и оптимизации бизнес-процесса. Я пошел в дроп, но АПЛ не забыл. В результате, когда я поехал на форум, я тогда еще не был партнером, я просто поехал на форум, Сэллс Хаба, который проходил в Киеве, очень крутое, пафосное мероприятие. Приехал Райан Морен. В 2018? В 2018, да. Не, в 17-м. В 17-м. Да, приехал Райан Морен, впервые в Украину, он вышел на сцену и такой, ребятки, нужно строить ПЭЛ. Я как уже нормальный продвинутый дроппер, я уже на то время был спикером, уже в Минске выступал как спикер, тогда я думаю, что ты научишь меня. А он очень круто замотивировал с точки зрения построения системы, и он сказал, слушайте, просто продавайте по 5 товаров каждый день, то есть по 5 единиц каждый день, там на протяжении какого-то времени, и у вас там будет вот такой вот бизнес. Ну, простая схема, банальная, но мне это понравилось. Я вышел с братом, говорю, слушай, ну что, построим ПЭЛ? Да, давай строить ПЭЛ. Мы вложили в USB-си хабы, если бы был, даже бы здесь показал бы, в USB-си хабы вложили сначала 7 тысяч долларов, потом на рекламу, потом еще на рекламу, потом на пропецентр вывозили его, меняли листинги. Короче, мы ничего не продали, минус 11 тысяч долларов, мы влетели просто, и зафиксировали убыток. Я вообще не переживаю, это бизнес, я получил колоссальное количество опыта, я знаю точно, что ПЭЛ работает, как бизнес-модель просто, у меня не пошло, я не придавал, я не придавал должного вообще, то есть значения ПЭЛа, я просто его запустил, чтобы было как метод диверсификации, и мне было это просто интересно. Мне было интересно заморачиваться с логотипом, дизайном, то есть мы подошли к ПЭЛу не как просто, чтобы, как сказать, вот, короче, мы творчески подошли к ПЭЛу, захотелось сделать классные фотостессии, просто по фану, интересно было, делать прикольный бренд, кастомизировали очень долго товаров, несколько, то есть очень сильно кастомизировали, сразу же забрендировали его, короче, вложились просто, так не советовали, говорили просто, ребята, что-то возьмите, отправьте на Амазон, и все, а мы нет, мы заморочились, выбрали плохой товар, плохой ниши, короче, это с губы наши были просто ошибки, вот и все, ну, и я просто не стал сейчас об этом переживать, и этот товар таки лежит в Америке, например, в центре, у Коли, кстати, лежит, вот ты с Колей снимал live, с Колей общаемся, я ему отправил этот из DC Hub, у него таки на складе они пылятся, уже сколько, уже год, может полтора. Скажи, как бы это слишком конкурентная ниша, или почему не продатели с PC Hub? Тебе не удалось попасть наверх? Не удалось, в принципе, вообще выйти наверх, даже там на первой странице, возможно, я что-то делал неправильно. Во-первых, я практически не занимался, Андрей, мой брат, занимался, но мы покупали отзывы, выкупы делали, то есть, так далее, но почему-то мы не двигались кверху, не было органических продаж, возможно, действительно, то есть, для нас товар был хорошим, а для клиентов он был, к примеру, неинтересный, вот и все. Понятно, и тогда ты решил сфокусироваться на дропе. Скажи, ты сказал вначале, что у тебя не было денег, дроп в этом плане, как бы, интересная, интересная модель. Интересный момент для старта, да. Да, я думаю, что у многих наших слушателей была или есть такая проблема, которые хотят начать, нет денег. То есть, ты считаешь, что это самая лучшая модель, для новичков именно? Я понял твой вопрос. Смотри, то есть, я считаю, что вообще, то есть, вне зависимости от модели, в Амазон нужно идти, потому что это просто крутой вариант сейчас с нуля построить бизнес. Раньше не было такой возможности, в принципе, если ты хотел что-то сделать, какое-то свое дело, зарабатывать на каком-то бизнесе, то тебе нужно было очень много денег, очень много инвестиций, связи, родители и так далее. Сегодня, имея ноутбук, и будучи просто адекватным, ты можешь построить бизнес. Дальше уже вопрос второй, в том, есть ли у тебя возможности. И здесь, да, уже идет к модели вопроса. Дроп вообще не нужно инвестиций много, ПЭЛ нужно инвестиций больше и время отдачи этих инвестиций дольше, чем в Дропе. Модель очень простая, то есть, ты получается, только в Дропе можешь за месяц прокрутить свои инвестиции два раза. Это очень привлекательно для людей, которые, например, не имеют очень много инвестиций. Имеешь ты 500 баксов, к примеру, просто на руках. Вот ты открыл кошелек, 500 баксов. Ты идешь в Дроп, уже за две недели тратишь эти деньги после регистрации, после добавления первых товаров себе на магазин. Ты продаешь, получается, товар на 500 баксов. Точнее, ты выкупаешь товар на 500 баксов, продаешь, соответственно, где-то, ну, на 700, наверное, 700-800. И ты уже успеваешь вывести этих 500 баксов назад в себе на Пайомир за две недели. И опять их потратить на выкуп товара. И в результате у тебя из физических 500 баксов на руках инвестиций, оборотного капитала тысяча, а с 1000 баксов оборотного капитала ты где-то зарабатываешь 30-35% в рои, что, опять же, очень хороший показатель. И получается, по факту, ты заработал 350 баксов за месяц, имея на руках 500. Чем не крутой вариант? То есть, фактически, тебе нужны деньги, ну, понятно, какие-то административные расходы, там, зарегистрировать счет в банке, но в основном, в основном, это профинансировать вот эти вот первые две недели выкупа товара до того, как тебе придут деньги из Амазона. Да, и это просто взрывоопасный формат ведения бизнеса, если его просто понять. То есть, я вот часто говорю с студентами или с ребятами, которые планируют вести бизнес, говорю, слушайте, если вы вообще планируете вести бизнес и у вас нет денег для старта дропшиппинг-бизнеса, то забудьте вообще о бизнесе, любом. Потому что только здесь вы можете с такой суммой стартовать, попробовать, получить результат, а дальше уже постадать на схеме ведения дела. То есть, ты получил первую прибыль, дальше начинаешь оптимизировать, сделать так, чтобы эта прибыль зарабатывалась стабильнее при меньших усилиях, а дальше масштабируешь. То есть, в дропшиппинге от чего зависит масштабирование. Первое, это количество новых товаров, которые поступают постоянно в инвентарии для того, чтобы был ассортимент больше. Чтобы был этот ассортимент больше, нужно больше людей. В результате нанимаешь ресерчеров, которым ты платишь по 150 долларов в месяц по налаженной схеме. Они дают тебе буст в инвентарии, в результате ты окупаешь этих сотрудников первую неделю, а дальше уже получаешь чистую прибыль. И опять же, модель заключается в том, что ты сначала получаешь деньги от клиента, а только потом их тратишь. Да. То есть, ты не замораживаешь капитал вообще в товаре. Красота. Единственное, что может произойти, это если у тебя Амазон заморозит твои средства, но тогда ты потеряешь среди денег. Да. И ты потеряешь или деньги вообще, или ты, к примеру, то есть, можешь разбаниться. Но, опять же, это самый такой большой камень преткновения, который встает перед человеком, который планирует заниматься Амазон-бизнесом. И как раз вот здесь уже стоит вопрос модели. К примеру, почему мне не удается вести бизнес, уже скоро будет три года, дропшиппинг-бизнес на одном и том же аккаунте, при том, что у меня есть несколько аккаунтов, просто есть основной один, и я ни разу не получал запрос на инвойс. Ни разу. То есть, у меня стабильно растущий бизнес, который полностью поддерживается ребятами, который полностью поддерживается ребятами, то есть, моей командой. И это круто. Почему так получилось? Банально из-за того, что я не дропаю, как вот все. Просто берешь маржинальный товар, добавляешь в инвентаре и получаешь прибыль, а потом запрос на инвойс. Нет, мы работаем узко в конкретных брендах. То есть, только брендовый бизнес, никакая барахолка, не работаем с ЭБ, работаем с ритейлером, с оригинальным товаром, не обманываем клиентов. То есть, очень так все выборочно. И вот такой подход к видению дропшиппинга реально то не дает возможность стабильно работать и не получать запрос на инвойс. Слушай, давай такой вопрос. Говорят, что дропшиппинг запрещен на Амазоне. Я, насколько я помню, читал это правило, там, в принципе, одно ограничение было, что тебе надо, тебе надо быть владельцем товара в момент, когда ты его отправляешь. Нет, в тот момент, когда приходит заказ, вот так, вот так. То есть, довольно размыто. Да, довольно размыто. И многие, опять же, кому это все не выгодно, он говорит о том, что дроп запрещен. Но это не так. Я не знаю ни одного случая, когда человек был забанен, потому что он дропшипер. За все существование Амазона и ведение бизнеса Амазона как Матик Крит Плайс, никто не был забанен за то, что дропшиппер. Они прекрасно понимают, кто дропшиппер. кто нет. Они видят по трекбомерам, по складам отправки и так далее. Они это все элементарно проверяют. Но суть в том, что им нормально, если ты предоставляешь хороший кастомер-сервис, если ты нормально общаешься с клиентами, если нет тебе жалоб и ты не продаешь контрапактный товар, пожалуйста, дропшип. когда, то есть получается, еще в 16-м году уже доля Амазона с точки зрения сторонних продавцов была 51%. То есть еще в 16-м году уже сторонние продавцы продавали больше, имели больше товаров, чем сам Амазон. Сейчас это еще большая доля. То есть им неинтересно в данной ситуации пресекать дропшиперов, потому что это большинство, очень много дропшиперов на Амазоне, они против не товарищей, которые под оригинальным листингом продают контрапактный товар. Они против этого, как и против купленных отзывов для ПЛа и так далее. Если ты нормально дропшипишь, окей, welcome. Для тебя открыть дверь я назову. Слушай, давай поговорим немножко обо всем процессе. То есть ты мне сейчас продал дропшип. У меня нет опыта в дропшипинге. У меня есть опыт в private label. Дропшипингом никогда не занимался. Но вот я купил эту историю. То есть прикольно. В общем-то, все, что тебе нужно, это, в общем-то, знание, что ты можешь построить. То есть тебе не нужен какой-то раскрученный листинг, который ты три года раскручивал, чтобы было хорошо. То есть, например, если ты продаешь какой-нибудь, то опять же тот же USB-C Hub. Если ты тоже три года делаешь, это наверху, и у тебя раскрученный листинг, то это как бы такой asset в бизнесе. Если захочешь продать опять тот же товар, возможно, ну, не получится. Время меняется. Да, да, да. С отзывами становится жестче. Вот дропшипинг звучит, как будто бы, в принципе, тебе ничего не надо просто. То есть, если у тебя сейчас все отобрать, то, наверное, через две недели опять сделаешь такой же бизнес. Ну, может быть, там через пару месяцев. Да, да, да. Только, да, да, все правильно, только в том, что сейчас новые аккаунты имеют меньше, то есть, точнее, больше внимания со стороны Амазона, чем нежели старые аккаунты. То есть, чем у тебя старший аккаунт, тем тебе проще и лучше дропшипить. На новых аккаунтах тебе нужно сейчас раскачиваться чуть дольше, чуть помедленнее. Вот, с меньшим количеством товара и Амазон, с тобой буду следить. Первых полгода это точно. И где-то шахливаше вправо не так, он может запустить сразу же инвульсы. Ну, короче, он отточится к новым продавцам очень внимательно. Да, да, и очень подозрительно. Но если у тебя аккаунт примерно 16-го года, как у меня, то вообще красота. Если ты продаешь только бренды, ты не получаешь жалоб, ты работаешь как нишевый магазин, то есть, это то, что я продвигаю в этой сфере, это просто красота. Стабильный бизнес, который действительно, то есть, зависит только от количества товаров. И ты, ну, то есть, к примеру, нет такого, что если вот у тебя есть один крутой продавающий листинг, пришел хэп-джекер и пришел владелец бренда или патента, пожаловался и все. И ты такой, блин, что же делать? Нет, если, к примеру, там загрели какие-то бренды для тебя, ты просто добавляешь другие бренды и все. То есть, ты имеешь команду, которая просто пополняет этот ассортимент. То есть, основные процессы это добавление товаров, которые будут перепродаваться и вовремя их оформлять и администрировать магазин. Для этого есть два ключевых сотрудника. Это администратор и это руководитель ресерча. Администратор занимается оформлением заказов, решением актурных квестов, общением с клиентами, дальше общением с клиентами, A2Z-клаймы, chargeback-клаймы, негативные отзывы, здесь полностью администрирование. Ресерчер уже в свое время нанимает сотрудников для поиска товаров, следит за тем, что в оборот рос, проверяет качество добавленных вилок, найденных вилок ресерчерами и добавляет их в инвентаре. И следит за наличием стока и ценой. Давай шаг назад. Я хочу начать. Я купил эту историю, хочу начать. Что мне нужно? Окей, аккаунт. Понятно, я могу зарегистрировать новый, осторожным нужно с этим делом, можно найти кого-то партнера или найти где-то аккаунт старый, было бы лучше. Допустим, у нас есть аккаунт. Вот что мне делать дальше? Я вообще не разбираюсь в дропшиппинге. Надо идти на Walmart искать товар или... Да, я понял тебя. Смотри, нужно тебе несколько методологий поиска вилок. Потому что вслепую искать вилки сложно и долго, и вообще не рекомендуя никому искать вилки самостоятельно. Вилка это разница цен на Амазоне и где-то в другом месте. Да, товарная пара. На Амазоне, к примеру, на Амазоне 35 долларов, на Walmart 25 долларов. Это вилка. Все. Теперь нужно иметь методологию рабочей поиска вилок. У нас их несколько, к примеру, искать с помощью Ascent Spotlight или искать без Ascent Spotlight к примеру, софт, который помогает выкинуть из категории определенное количество товаров, профилитровать их по критериям. К примеру, я всегда по моей методологии работаю лучше в качестве, нежели в количестве. То есть если мы анализируем BSTAR, то мы анализируем, что BSTAR будет чем меньше. К примеру, в рамках 0,5%, то есть половина процента BSTAR. Если знаком с процентами BSTAR, то... Знаком, да? То есть процент BSTAR. BSTAR это bestseller rank. Да, bestseller rank, да. То есть, к примеру, простая аналогия. Если в Home and Kitchen, к примеру, есть 80 миллионов товаров, то самый плохой товар получается это с BSTAR 80 миллионов. Правильно? Самый лучший это с BSTAR 1. Дальше в процентном соотношении мы просто работаем, к примеру, с 0,5% BSTAR. Это от одного до 400 тысяч. Вот в рамках BSTAR 0,5% мы и работаем. Дальше 3 и больше звезды и, к примеру, от 4 отзывов. Вот наши критерии. Мы работаем в качестве, нежели в количестве и используем AirAsia Spotlight для старта. Или другие методологии, то есть поиска товаров. Дальше мы просто идем на ритейлеры, на сайте ритейлеров. К примеру, мы имеем уже список хороших ликтингов на Амазоне с хорошими показателями, с хорошим BSTAR. Копируем название и ищем эти товары на других поставщиках. То есть находим вилку, чтобы было 30% и добавляем в таблицу. После этого уже с таблицы мы добавляем в инвентарь. Ты сказал 30% ROI. Что это такое? То есть разница в цене 30%? Ну, да, сейчас отключение. К примеру, ROI это типа return of invest, то есть возвратные инвестиции. И в нашей ситуации, к примеру, если мы тратим на товар 100 баксов, выкупаем товар у поставщика до 100 баксов, и при ROI 30%, получается, мы возвращаем 30 баксов себе чистой прибыли. Но нужно в том, что еще 15%. То есть по большому счету, то есть если товар у поставщика 100 баксов, то мы его продаем как минимум за 145 баксов. То есть 30 наших 15 амазонов. Да. А возвраты? Возвраты очень-очень все просто. Если ты работаешь с недорогими товарами, то, к примеру, тебе приходят возвраты на амазоне по причине, к примеру, товар разбит. Ты в результате банально просто идешь к поставщику и тот же return request авторизируешь по той же причине. То есть товар разбит. Поставщик в свою очередь возвращает тебе деньги или предоставляет return label и в свою очередь предоставляешь клиенту return label с возвратной label или делаешь full refund или patria refund. то есть фактически у тебя ты не платишь за возврат, это платит тот, у кого ты купил. Да. Я понял. Слушай, а такой вопрос. Вот если, например, ты зарегался в Walmart как клиент, они же заметят, что ты купил, не знаю, тысячу продуктов за месяц. Да. Это есть поставщик как Target.com, да, он видит, что ты, например, реселлер и он сразу тебя блокирует после трех, четырех покупок на таргете на разные адреса. Он просто видит, что ты реселлер и он закрывает для тебя возможность покупать. Walmart, к примеру, к этому относится нормально. Там ряд поставщиков тоже к этому относятся нормально. Если ты не делаешь большое количество ретурнов, там 50%, половина из тех заказов ты делаешь ретурнов, то нормально относится. То есть просто это торговля. Окей. Понял. Значит, мы нашли сначала продукты по определенным критериям, чтобы у них была какая-то продаваемость, звезды, там, цена. А, кстати, насчет цены. Есть у тебя какие-то рекомендации продавать дешевле? Да, только топ-3. Только, а, ну, то есть я работаю в среднем, в средний чек у меня 40 баксов. То есть я работаю с недоволькими акадрами. Да, окей. Чем дороже товары, тем сложнее с ретурнами. Почему? Потому что при дешевых товарах поставщик может просто делать там фул рефанд или там частичный рефанд и забыть, потому что ему дорого предоставить лейбл за свой счет. Ему лучше сделать рефанд и забыть об этом заказ. товар, тем, понятное дело, он все-таки заморочен на счет того, что ты вернул товар, а ты просто контактировать лишний раз с клиентами. Клиенты есть, которые возмущаются, почему я должен что-то возвращать и в этом случае да, ты можешь попасть уже на ретурн, например, да, поэтому, то есть я работаю с дешевыми товарами. Но у меня есть, к примеру, ребята, которые продают товары по 4 тысячи долларов и продают несколько единиц в месяц и на этом тоже очень хорошо зарабатывают. То есть каждому своя модель, каждый выбирает свою мишу. Окей, хорошо, допустим, нашли пару товаров, создали листинги, листинги у нас центром, наши офферы появились на Амазоне. Теперь следующий вопрос Buybox. То есть новые продавцы, наверное, им будет трудно получить Buybox, если ты не Prime. Если у тебя есть какая-то история, то ты можешь получить Buybox, но тут же вопрос цены. Как вообще с Buybox'ами обстоит дело? Buybox на первые 90 дней дропшипперы вообще не получают Buybox'а. То есть если комплекс зарегистрирован, у него первые 90 дней нет Buybox'а. Ему нужно его заслужить, кстати, для Buybox'а. Но мы в таком случае продаем через стилл Buy and Option, то есть листинги, которые не имеют Buybox'а. Там просто выставляем свою позицию в топ-3 и все. С точки зрения конкуренции, когда уже есть Buybox'ы, первое, что влияет на получение Buybox'а, это, понятное дело, цена, второе, это сроки доставки, третье, это методы доставки, ну и следующее, то есть уже твой ODA, то есть Order Defect Drive. Если он у тебя хороший, а у тебя, скорее всего, он будет хорошим, потому что аккаунт новый, но еще нет никаких там плохих метрик, то ты можешь получить Buybox'а. Что с точки зрения конкуренции с Prime'ом, ну, опять же, разделяем Prime'е Amazon'а и Prime'a FBA'а продавца, то я, к примеру, конкурирую с FBA'а продавцами, если у меня, к примеру, как FBM одинаковая цена как FBA'а продавца, не у Amazon'а, то я, в принципе, могу получить Buybox'а, просто меньше. Да, просто меньше. У меня сроки доставки есть туда и shipping' туда как Time, поэтому там уже как бы, ну, агентство Amazon'а сами, конечно, выбирают, но я видел в этой ситуации, когда я, к примеру, в Buybox'е даже если есть Prime' на месте. Тебе как-то надо менеджить цену, потому что цены же меняются, правильно? То есть, и Клодия? Да, это делает руководитель ресерчеров, Катя, она этим всем занимается, она анализирует два раза на день, то есть, наличие сток, ну, то есть, наличие товара и цены. Окей, хорошо. Окей, значит, у нас появились товары, мы, допустим, в Buybox'е или мне в Buybox'е, дальше клиент заказывает, что происходит дальше? Вот мы получили заказы. Клиент заказал товар, то есть, оплатил его, и он сразу же появился у нас в Unshippened'ах, то есть, не отправленных заказах, после чего, то есть, например, Коля, в свою очередь, как администратор, он каждое утро видит новые заказы, они, автоматически, эти заказы поступают нам в таблицу, то есть, только приходит заказ, он сразу же поступает нам в Google таблицу, заполняется, и это заказы, которые помечаются как новые, и их нужно оформить. Сразу же Коля берет, просто копирует имя клиента, все его данные, переходит по ссылке этой товарной единицы у поставщика, нажимает «Купить», просто переносит все данные клиента на страничку на Google поставщика данного товара, оплачивает его, получает номер заказа, заносит его в таблицу, и в результате ждет трекинг номера. Трекинг номер, когда приходит, у робот, то есть, у меня выроботизировано много процессов, тоже, так как и добавил сам в таблицу товар, так и, в свою очередь, проанализовал, увидел почту, прочитал его, почте нашел заказ, этот, почте нашел трекинг номер для этого заказа, и сам заполнил таблицу уже нужным трекинг номером, а коде осталось только перейти на страницу на Амазоне, вставить, получается, уже трекинг номер отправленного товара, нажать конфирм шипмент, и заказ отправлен, пропал с аншипмента, то есть, и в этот момент уже деньги, получается, разблокируются и попадают в баланс. В момент, когда они еще в аншипментах, они в балансе не светятся, уже когда в аншипментах, они уже появляются в балансе. У тебя разработали какой-то софт или какую-то утилиту для вот этого? Да, да, утилита, то есть, изо на посты работает с одной стороны, и другие утилиты работают, то есть, там, так сказать, большой набор инструментов. Окей, хорошо, получается, товар посылается прямо от поставщика к клиенту. Скажи, а клиента не парит то, что он заказал на Амазоне, а получил из Бумавта, например? Нет, это очень распространенный их вопрос, но, по сути, почему-то не парит, скорее всего, по той причине, что это нормально. В США, к примеру, клиент покупает что-то на Валмарте, частенько получает заказ по джеткома. Почему? То есть, их тоже по факту должна это парить, но, как оказывается, джетком и, например, Валмарт, это один магазин, и они просто дропают других, там, да, от своих магазинов, и так далее. То есть, в принципе, это нормально. Валмарт купил джет, по-моему, да. Там коробка Валмарта, там коробка джеткома, но при этом, то есть, клиенты есть, те, кто возмущаются, мы просто им предоставляем скидку и не понимаем о том, что мы отправили товар просто с вклада Валмарта. Валмарт тоже, как Marketplace, работает. Поэтому, в чем проблема? То есть, у вас есть какая-то система, алгоритм, грубо говоря, как разговаривать клиенту, когда дать скидку, когда что написать, набор отмазок, так сказать, да? Да, да, именно так ты правильно сказал, то есть, набор алгоритмов, которые позволяют, то есть, уже системно подходить к решению вопроса. Потому что, если подходить не системно к каждому клиенту, то, ну, это может голова просто закипеть. Так, любая проблема, то есть, ага, так, так и так. Понимаю, да. То есть, например, если там товар ниже пяти, ну, вот я аналогия с Private Label, если товар стоит там семь баксов или восемь баксов, то проще всего в случае проблемы вернуть деньги и сказать, чтобы он не присылал товар и забыть, да. Да, окей. Слушай, ну, звучит довольно просто, то есть, в общем-то, зарегал аккаунт, нашел вилку, записал, и для начала можно, наверное, вообще даже без никаких утилит. Скажи, вот где возникают трудности? То есть, если было бы просто, наверное, все бы делали, или уже делают все? Возникают трудности, первые, при покупке товаров у ритейлеров впервые, если ты новый, ты где-то сделал ошибку, к примеру, на Walmart не используешь VPN, тут, получается, ты получил заказ, а не можешь ее купить, потому что Walmart, к примеру, отменяет заказы, и ты такой, блин, what the fuck, что это такое, как это работает, и все, и потом или расстраиваешься, потому что не справился с первой проблемой, которая пришла, или идешь дальше, если справился, и вообще, то есть, любой бизнес, это как бы череда решения проблем, и вот чем лучше ты их решаешь, тем лучше ты предприниматель, по сути, то есть, так я лично смотрю на решение проблем в бизнесе, а они всегда будут, это первая проблема, выкуп товара у поставщиков, вторая проблема, которая есть, это, к примеру, ну, там, не получить инвойс, но опять же, здесь, точнее, страх каждого дропшипера не получить запрос на инвойс, но опять же, здесь, если у тебя есть старший аккаунт, и ты работаешь с брендами, я разработал, почему я вообще, то есть, там, являюсь тренером по Амазону, почему, к примеру, у меня там успешный Амазон бизнес, только по одной причине, я разработал два года назад методологию личную, то есть, авторскую, по ведению дропшиппинга, и она заключается в том, что, есть методология, как мы берем любой бренд, вообще на Амазоне, и фильтруем его по пяти критериям, и на выходе получаем да или нет, то есть, можно его перепродавать или нет, сразу же, к примеру, в этом методологии вшит алгоритм, как мы анализируем ПЛ, то есть, к примеру, то есть, короче, если мы продализировали бренд, и он позитивный, то он точно не private label, да, то есть, да, мы не как, то есть, мы сразу же отсеиваем все private label, что с ними не конкурировать, чтобы не быть хиджекерами, потому что мы понимаем, что это, опять же, нам может навредить, то есть, жестко за пяти критериям анализируем любой бренд, и только после анализа брендов мы уже переходим в поиску вилок, то есть, к примеру, стандартный, это больше проработает как, сарестировал магазин, пошел в Walmart, нашел вилку, добавил, продал, дальше уже как будет. У нас же открыли магазин, проанализировали категорию, выбрали свою нишу, потом эту нишу полностью профильтровали на наличие позитивных и негативных брендов, 90% с которым будут негативные, только 10% будут бренды, которые можно перепродавать, создали таблицу, и только потом уже под бренды и с вилки. Какие плюсы такого подхода? Раньше дропшипер, когда видел перед собой лисы на Амазоне, ему нужно было интуицию включать и логику, и думать, блин, можно или не можно, и какие потом что-то смотреть, ну, короче, смотреть на какие-то субъективные критерии, и дальше уже доверять интуиции. Такой подход не помогает сделать большой бизнес, потому что сотрудникам интуиции научишь. Да. Я пошел как бы от другой стороны, то есть я сначала понял, что все суть в брендах. Это заключается в том, что когда мы анализируем бренд и одобряем его, все товары, все листы этого бренда уже автоматически становятся позитивными, и там уже не нужно включить логику, не нужно включить интуицию, и сотрудника вообще не нужно обучать. Нужно дать ему критерии, инструмент, и после добавлять товары в таблицу. Дальше уже руководитель ресерча просто их перепроверит, и уже после перепроверки добавляет инвентарь. Вот, то есть этот подход позволяет более масштабно подходить, то есть не анализировать каждый листик отдельно, а сразу же анализировать бренд, и дальше уже все листы этого бренда будут хорошими. И проблем меньше с одной стороны, потому что хорошо нашел товар, и с другой стороны масштабируется, то есть, собственно, и работы меньше. Слушай, давай поговорим про масштабирование. Как это масштабируется, собственно? То есть, понятно, нужно больше товаров, но чем больше работников, тем больше проблем, как бы... Да, то есть я всегда считаю результативность моего дропа на прибыль на сотрудника, то есть, потому что есть такое заблуждение, что больше людей, значит, больше и оборот. И факт, да, бывает такое, что действительно больше людей, и оборот растет, но прибыль нифига не растет. И ты такой думаешь, а почему же так? Ну, то есть, и самый простой вариант, поделить просто прибыль общую, да, на количество сотрудников в первый месяц, потом в второй месяц, и потом поймешь, то есть, действительно, какая ситуация. Возможно, просто технология улучшилась, и поэтому, то есть, обороты выросли, а ты только заходишь в минус за счет того, что сплатишь большому штату сотрудников. Поэтому у меня команда есть в пяти человек, то есть, и она полностью... И то я могу сейчас позволить уволить одного человека уже на примете. Есть такие планы, и все равно я уверен, что обороты не упадут. Я анализирую, к примеру, да, мне спрашивают, Рома, как ты даешь задание ресерчам своим? У них есть какая-то ставка по... с данным вилком в день или в месяц? Я говорю, нет, нет никакого. То есть, я к тому, чтобы не усложнить систему, а упрощать. Я говорю, нет, я просто анализирую один показатель. Мне дашборд рисует чистую прибыль, которую мне принес каждый сотрудник. То есть, когда добавляется вилка в инвентаре, напротив каждой вилки написано имя ресерчера. Дальше уже через Data Studio у меня строится полностью дашборд и показано по имени каждого сотрудника, кто сколько дал прибыли в месяц. Я просто анализирую. Если сотрудник дал меньше X3 за месяц, то есть, я ему заплатил, а он дал меньше X3, он увольняется. Просто показатель по прибыли. Все, потому что количество вилок может быть и большое, но это хреновые вилки, толку нет такого сотрудника. Как масштабировать? То есть, действительно, важно очень выстроить систему. Чтобы ты мог заниматься этим масштабированием. Потому что, когда ты занимаешься рутиной или какими-то монотонными процессами, ты в принципе не можешь подойти к масштабированию. Потому что ты занимаешься рутиной. Поразделил структуру, отдал это все сотрудникам, а дальше уже ищешь инвестиции. Больше инвестиций, понятное дело, то есть, больше выхлопа. То есть, если берешь там 10 тысяч долларов или 20 тысяч долларов под 2% месячных, на них зарабатываешь под 30%, то есть, плюс добавляешь больше вилок, открываешь новый магазин, очень важно, новая ниша, новые бренды. Это именно новый аккаунт или просто новая ниша? Да, новый аккаунт. Новый аккаунт с новой нишей и туда точно та же схема. Один администратор, один руководитель ресерча, 2-3 ресерчера по руководителям, заливаешь там 10 тысяч долларов сначала в оборот, масштабируешь его, потом оптимизируешь, фиксируешь все, цементируешь и после этого опять новые вливания инвестиций и вот так вот работает. У меня есть еще два вопроса. Первый, во-первых, как твое мнение, насколько большое сейчас, большие возможности на Амазоне? То есть, много уже об этом говорят и долго, Амазон, Амазон, много дропшиперов, много, конкуренция большая. Ты видишь, насколько ты видишь шансы для новых продавцов? Смотри, вот, к примеру, сейчас скажу по моему ощущению, то есть, я вот обучил уже больше полутысячи ребят, то есть, которые занимаются дропшипингом вечно только по моей методологии и я не чувствую конкуренции с точки зрения моего магазина. То есть, большинство из них работают в моей же ниши, я вижу по тому, где они еще товары и так далее, вот, и я не чувствую конкуренции вообще, то есть, и зная статистику 1 миллион регистрации аккаунтов в год на Амазоне, именно столько ресурсовных аккаунтов, пока еще тоже ничего не меняется по обороту, по прибыли и так далее, вот, но, чтобы сказать точно, что с каждым годом Амазон закручивает жестко гайки для новых продавцов. Это мы видим, это как бы прям четко нитью от красной через вот всю эту историю проходит и есть подозрение, что скоро они вообще закроют регистрации для, например, страны СНГ и будем мы все идти в том направлении, чтобы регистировать аккаунты уже на компании. То есть компания в США и уже на компании регистрируют магазины. Поэтому, пока есть возможность регистрируют аккаунты еще, нужно это делать, сейчас заходить в бизнес, потому что я думаю, что будет просто усугубляться система безопасности, варианты входа и так далее. Я согласен с тобой, мне тоже так кажется. Бюрократические они барьеры, так сказать, очень большие. В принципе, тоже потому что, чтобы менеджить как-то этот рост, потому что идет большой рост. Они сейчас интегрировали очень много роботов. Вот, к примеру, у нас там группа 250 человек, 200 человек, 150 человек, к примеру, да, и мы видим, мы же помогаем всеми регистрироваться. Я уже собаку сел на этих регистрациях, серьезно, никогда не думал, что это так сложно. Я уже привлек экспертов, которые профессионально занимаются регистрацией аккаунта. Мы имеем инстандарьскую информацию по регистрации. Оказывается, на Амазоне есть стобальная система регистрации. Вообще капец, я даже такого не знала раньше. К примеру, когда ты новый аккаунт, когда новый селлер, просто приходишь на Амазон, тебе Амазон присваивает 100 баллов. И, к примеру, если регистрируешься с СНГ, сразу минус 10 баллов. То есть тебе сразу 90 баллов. Если ты, к примеру, используешь WDS-сервер, еще минус 10 баллов, то есть уже 80. Если ты, к примеру, что там еще, потом отогружаешь документы, еще минус 35 баллов. Если ты доходишь до 50 баллов, то ты точно получаешь запрос на utility bill. Если ты доходишь до 10 баллов, то ты получаешь пожизненный бан еще на моменте регистрации. И там полностью целая градация. Ну да. Да, и как к Амазон тебе относятся, даже, к примеру, при добавлении новых товаров, если у тебя было 50 баллов и так далее. Там просто нереальная система, и она сейчас построена вся на роботах, то есть на нейронных сетях. Они сами анализируют документы, которые ты загружаешь, поставляют их и так далее. То есть и там сейчас, ну прям реально, в принципе важно с самого начала сделать все правильно. Потому что если ты с самого начала нахопал уже минус пунктов. ну там даже, если ты знаешь, что правильно, даже если там банальный какие-то неонат, как правило, паспорт предоставил не в горизонтальном положении, а в вертикальном, все, сразу же оптитурный запрос документов, это минус 35 баллов в связи с тем, что это, потом ты с СНГ регистрируешься, это еще плюс 10 баллов, и все. То есть и точка, и тебе уже запрос на utility bill со старта. Круто, слушай, очень интересно, не слышал о таком. Расскажи, пожалуйста, о своей деятельности как коуч, тренер, и о том, где тебя можно найти. Ну смотри, то есть меня можно найти в Sales Hub, в YouTube можно написать Роман Стрихар, или затем наш канал Sales Hub, там очень много лайвов, я при запуске третьей мастер-группы, которая сейчас запустилась, сделал просто нереально крутую серию лайвов о друбшиппинге, о модели безопасности, о брендах, о делегировании, и поэтому, то есть на YouTube можно посмотреть на Sales Hub, хорошие материалы, плюс можно, конечно же, на сайте Sales Hub, есть там лендинг, там все описано, расписано, подробненько тоже можно с этим ознакомиться, ну и в принципе все на виду в Facebook, в Instagram, вот, поэтому, кому интересно, присоединяйтесь с твоим френдом. Супер, и можно, как так можно тебе заказать, как бы, твои услуги? Я не, да, смотри, то есть я когда пришел в Sales Hub и стал коучем, я перестал проводить вообще какие-то персональные консультации, раньше это было стабильно, сейчас не провожу просто консультации, считаю, это несправедливо будет отношение к студентам, которые пришли в мастер-группу, я полностью предъявляю им все время, то есть, чтобы у них был результат, поэтому те люди, которые в мастер-группе, то есть, заплатили деньги и пошли, так сказать, обучаться не азам бизнеса, а именно строить бизнес с моей помощью и с помощью нашей большой команды, реально, очень большая команда, каждый занимается своим процессом, одни создают материалы, презентации, другие, курируют другие, отвечают на вопросы и так далее, то есть, и это круто, вот, и нет в этом, как бы, нет нужды консультировать кого-то отдельно, лучше идти в мастер-группу и там будет полный набор информации, которые вам нужны. Понятно. Ссылки все поставим в описании. Рома, спасибо тебе огромное, очень рад был с тобой пообщаться. Очень интересная тема. И нашим слушателям, если вы еще думаете начинать, не начинать, сейчас правильное время, чем дальше, тем труднее. Начинайте. обращайтесь к Рома, смотрите его видео, смотрите наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк и колокольчик. Обязательно, ребята. Желаю дня. Все, спасибо за приглашение, то есть, я тоже очень классно провел время, серьезно. Надеюсь, возможно, когда-то еще раз проведем какой-то лайк. Удовольствие. Да, хорошо, всего хорошего, всем хорошего дня, пока-пока. Пока.